С нами Евгений Чернов, тактик команды Маруся. Наконец-то мы начинаем представлять членов команды. Мы будем делать короткие интервью с членами команды, с тактиками, не только с владельцами, но мы хотим показать и рассказать о тех людях, которые гоняются с нами. Евгений, это вторая или третья регата для вас в этом классе? Как класс вообще? Нравится, не нравится? Что вы думаете? Это третья регата в моей жизни в этом классе, но гонок получилось за зимний период всего четвертая, по-моему, в которой зачет пошла или пятая. Но класс очень нравится. Видно, что задуман профессиональными конструкторами и сделан качественно довольно. Но помимо этого нравится и организация соревнований, и флот, и люди, которые здесь гоняются, довольно серьезные все. Мы про организацию не говорим, а про команду. Скажите, про команду вы гоняетесь с Мариной Коверзаной, что получается, что не получается. Это новый человек вообще в парусном спорте. Какие-то веки уже пройдены, что впереди, к чему стремитесь? Ну, девушка вообще, да, с нуля начала. Она очень амбициозна и довольно серьезна. Относится к парусному спорту. Ее, видимо, это захватило прям в один миг. И, собственно, она делает, ну, довольно серьезно продвигается. Я учил многих людей ходить под парусом или, ну, смотрел их на небольшой жизненный путь. Она, видно, что очень усидчивая и довольно быстро схватывает нюансы, все суть и нюансы парусного спорта. Потому что вот за несколько выходов, ну, довольно серьезные успехи делает. Что получается, что не получается? Все получается. Просто, ну, тоже по опыту знаю, что для людей это они попадают вообще как будто в другой мир. Вообще другой мир. Смотреть со стороны на парусный спорт – это одна, это картинка. И другое дело ощущать через те, там, румпель, удлинитель, шкоты, через крен, что с тобой происходит. Люди немножко теряются. Вот, но, в принципе, она понимает, где находится, что делает, четко команда выполняет и понимает суть происходящего. Все просто как, не знаю, люди, которые первые шаги в жизни вообще делают немножко, это неловко, но все-таки уверенно делает. Ну, и представьте, конечно же, своего напарника по команде. Ну, в нашем экипаже, да, рулевой – это Марина Коверзина, плюс я, средний тактик. И передний у нас Сергей Пешков, тоже опытный, хороший человек и опытный ягдсмен. Я так понимаю, давно с ним гоняйте, давно с ним гоняйте. Я-то его знаю вообще с детства, вообще с детства, я не знаю, сколько ему лет, там, 12-13, даже раньше еще его. Поэтому, хороший просто ягдсмен, хороший парень, опытный очень. Ну, и амбиции какие у команды? Амбиции в этом году мы изучили календарь и планируем отрегать, агрегать и прибавлять. У нас есть некоторые рубежи, к которым мы хотим прийти в конце сезона. Собственно, по ним мы будем оценивать нашу работу. Отлично. То есть, если какая-то планка поставлена, какое место занять там? Конкретного места нет. Знаю, что в этом году будет проведен чемпионат России, так как мы гоняемся в экипаже, где рулевая девушка. Планируем участвовать именно в зачете женских рулевых на чемпионате России. И я думаю, что мы поборемся за первое место, почему нет? Да, сделаем вызов другим экипажам. Ну и такой вопрос, который сегодня многие задавали. Вы сегодня, первый раз, точнее, первый раз вашу команду увидели в новом обличье, с новыми парусами, с новым названием. Вот эти кони на спинаке, это что? Это кто? Кони это русская тройка. Нет, нет, на самом деле это некий символ. Вот, так же, как скатерть Самобранка, там, не знаю, только эта русская тройка, которая символична и о многом говорит. Впереди и с бубенцами. Впереди и с бубенцами. Так и точно. Отлично. Спасибо большое, удачи завтра, я думаю, еще два дня гонок и хорошего настроения. Спасибо. 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 Спасибо много.